Привет! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что 100000 качественных запчастей ждут вас здесь, на Домбровской 15. Так что кликаем на колокольчик, подписываемся на канал и смотрим. Вы просили пройти по японскому автопрому. Проходим. Встречаем Toyota 2.0 D4D. В феврале 1999 года компания Toyota представила свой первый турбодизель с топливной системой Common Rail. Двухлитровый двигатель 1CD-FTV. Топливную систему для этого двигателя разработала и поставляла компания Denso. Что примечательно, это первое топливное оборудование Denso, которое она поставляла именно для легковых двигателей. Двигатель Toyota D4D получился надежным, однако дорогостоящие неприятности может преподнести топливная система Denso. Нельзя сказать, что она плохая. Просто сама Denso не предусмотрела технологию ремонта своей аппаратуры. Она долгие годы не продавала запчасти к ТНФД и форсункам, и таким образом проверить либо починить их было практически невозможно. А новые детали стоили очень дорого. Сегодня мы разбираем двигатель Toyota 2.0 D4D, снятый с Toyota AVENC с 2005 года с пробегом 192 тысяч километров. Два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют, алюминиевый ГБЦ и чугунный блок. И сейчас мы поговорим о его типичных болезнях и недостатках. Виновником того, что двигатель D4D не заводится, могут быть форсунки и ТНВД. Но об этом мы более подробно чуть позже поговорим. Одной редкой и неявной причиной плохого запуска двигателя D4D является изношенный стартер. Но пока некоторые спецы додумаются, что дело в нем, они при провере ТНВД, форсунки и так далее. И это стоит времени и денег. Редкая неисправность двигателя заключается в перетирании проводов на датчик давления во впускном коллекторе. При обрыве ошибка по датчику регистрируется даже на незаведенном моторе. Также может перетираться проводка на блок управления двигателем. В этом случае на диагностике не видно показаний с датчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Волшебное удобрение по обследованию коллектор здесь алюминиевый и без заслонок. Нет заслонок, нет проблем. Если двигатель начинает дымить, вибрировать, плохо тянуть и даже глохнуть при прогреве, то причиной этому является клапан EGR, который как раз начинает работать по мере прогрева двигателя. А именно когда температура антифриза достигает 60-80 градусов. У нас же канал EGR на удивление чистый, поэтому проблем с этим узлом на этом двигателе не было. На нашем моторе турбины не оказалось, но так как в «АвтоСтронг-М» есть все, мы нашли еще один мотор с такой турбиной. На ту версию двигателя, которую мы разбираем, устанавливалась турбина GARA GTA17V. Турбина надежная, выходит из строя только из-за больших пробегов и экономии на моторном масле. Признаки поломки – жар масла, вялые отвлеки на газ и даже скрежет. Геометрия турбины управляется вакуумным актуатором, и сейчас тут редкий случай, когда мы можем показать, что находится внутри. При заклинивании лопаток геометрии и сопутствующем передуве турбины регистрируются соответствующие ошибки. При этом надо снимать турбину, разбирать ее, чистить лопатки геометрии и попутно диагностировать ее вал. Регулировка геометрии производится упорным винтом с контргайкой. Если неправильно отрегулировать, то турбина не будет выдавать максимального давления наддува. Вот здесь вот на двигателе установлен датчик давления турбины и электровакуумный клапан, который управляет наддувом. В редких случаях проблемы по наддуву может вызывать электровакуумный клапан, а также негерметичность трубок, которые идут к сервоприводу. В дизелях Toyota используется автоматический гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Ремнем ГРМ приводится в движение маслонасос, помпа и топливный насос. Ремень на данном экземпляре меняли недавно. Он у нас очень свежий и обратите внимание, что помпа у нас уже текла. Самым проблемным узлом на двигателях D4D является топливный клапан. Топливная система DENSO. На двигателях первого поколения, это на том, на котором мы показывали вам турбину, стоит топливный насос HP-2. Тот насос двухкамерный, из-за нагнетания топлива отвечает аж две пары плунжеров, то есть как будто бы два насоса в одном. С 2003 года на моторы D4D начали устанавливать топливный насос HP-3. Этот насос облегчен, в нем одна плунжерная пара вместо двух. И еще особенностью этих насосов является то, что насос подкачки находится внутри. На HP-3 установлен один перепускной клапан, который служит для того, чтобы наполнять топливом ТНВД. Если клапан не работает, то ТНВД просто топливом не наполняется и мотор не заводится. Иногда бывает, что в фишке пропадает контакт, и тогда мотор тоже перестает подавать признаки жизни. Плунжерная пара насоса DENSO ходит несколько сот тысяч километров. И при нормальном топливе с ней вообще ничего не случается. Если плунжерная пара изношена, то двигатель плохо заводится на горячую. Лайфхак. Если двигатель не заводится, то можно просто попробовать отключить датчик температуры топлива. Если в этом случае двигатель заведется, то это значит, что проблема в топливной системе. То есть несколько форсунок сливает много топлива в обратную сторону. Отверстия под форсунки в клапанной крышке уплотнены сальниками, такими резиновыми колечками. Со временем они изнашиваются, и сальники начинают пропускать масло, и клапанная крышка возле форсунок начинает запотевать маслом. В головке блока двигателя D4D два распредвала, 16 клапанов, тепловые зазоры регулируются подбором шайб. Обратите внимание, что ремнем ГРМ приводится в движение только выпускной распредвал, а впускной распредвал приводится в движение шестеренчатой передачи. Кулачки распредвала у нас в прекрасном состоянии, и нет ни намека на черный дизельный нагар. Форсунки устанавливаются на медные шайбы и на два уплотнительных кольца. Одно пластиковое, одно резиновое. При замене этих форсунок надо менять все вот эти три элемента. А вот медные шайбы со временем прогорают, и двигатель быстро дает об этом знать. Рвущиеся в колодец раскаленные газы перегревают форсунку, и ее начинают клинить, и двигатель глохнет по мере нагрева и накала форсунки. Износ форсунок проявляется переливом в обратку. В этом случае давление топлива просто стравливается, и тогда двигатель теряет свои характеристики. Сильно изношенные форсунки просто не позволяют достичь нужного давления топлива, и тогда двигатель не заводится на горячую, либо глохнет по мере прогрева. И обычно изнашиваются форсунки на первом и четвертом цилиндрах. Много проблем форсунки Denso доставляли в середине 2000-х и до 2012 года. Их просто нигде не ремонтировали. Denso не делилось ни запчастями, ни технологией ремонта. А комплект новых обходится очень дорого. Сегодня форсунки Denso стоят намного дешевле и легко ремонтируются, хотя их ремонтопригодность не такая, как у Bosch. И еще добавим, что на ранних двигателях до 2003 года стояли четырехконтактные форсунки, которые не надо прописывать. У нас же двухконтактные форсунки, которые прописывать надо, а вот так в компании «АвтоСтронг» упаковывают и заботятся о каждой вашей форсунке. «АвтоСтронг» Цилиндры у нас в отличном состоянии. Хон присутствует и задиров нет. И, кстати, блок чугунный и в нем непосредственно проточены цилиндры. Поддон у нас небольшой, чистый и без всяких отложений. То есть это говорит о том, что за мотором ухаживали. Сетка маслоприемника у нас большая, чистая. Есть небольшие намеки на сгустки, но это в принципе ничего страшного. К нижней части блока прикручена вот такая деталь. Она представляет собой маслоотделительный щиток. Здесь прикручен масляный фильтр. Но как бы деталь ради детали. Поршни у нас в идеальном состоянии. Компрессионные кольца не залегли. Маслосъемные кольца не закоксованы. Полимерное покрытие не повреждено. И по вкладышам у нас вообще никаких вопросов нет. Они как новые. На коренном вкладыше есть царапины, но они на ощупь не ощущаются. А коренная шейка коленвала в отличном состоянии. То есть, визуально по ней никаких вопросов нет. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали отличный надежный двигатель, в котором есть нюансы по топливной системе. О которых мы вам сегодня рассказали. И наш двигатель оказался в отличном состоянии. Поэтому приходите к нам за отличными запчастями. Заходите на наш сайт, звоните нам. Также заходите на наши соцсети. И помните, что с вами была компания «АвтоСтронг». «АвтоСтронг». Подпишись на наш канал. »